В Москве создают альтернативное правительство Украины. Киевские политики и активисты, после Евромайдана бежавшие из страны и осевшие в России, решили основать так называемый Комитет спасения Украины. Презентация проекта состоится завтра в Москве. На мероприятии будут представлены члены альтернативного кабинета министров, который, как ожидается, возглавит разыскиваемый на родине экс-премьер Николай Азаров. Кроме того, будет назван некий альтернативный кандидат в президенты. Им якобы станет бывший депутат Верховной Рады от партии регионов Владимир Олейник. По данным СМИ, проект создания украинского правительства в изгнании согласован с российским руководством. Главарь Талибана мертв, причем долгое время. Источники в правительстве Афганистана утверждают, основатель и лидер влиятельного исламистского движения Мула Мухаммад Амар умер два или три года назад. Официально, впрочем, эту информацию Кабул подтвердить не может. Афганские власти просят время на проверку поступающих сведений. В то же время в соседнем Пакистане кончину главаря талибов подтвердили. Среди вероятных причин смерти Мулы называют удар американского беспилотника, убийство, отколовшимися от движения боевиками или туберкулез. Это уже не первое сообщение о смерти Мухаммада Амара, за голову которого США предлагали 10 миллионов долларов. Все слухи Талибан опровергал. Последнее текстовое заявление от имени главаря исламистов было опубликовано группировкой в середине июля. Борьба с группировкой «Исламское государство» переросла в борьбу с рабочей партией Курдистана. Анкара продолжает военные действия, направленные против бойцов экстремистской РПК. Авиация минувшей ночью нанесла удары по позициям курдов как в самой Турции, так и в Ираке. Эксперты отмечают, Раджеп Тайпердаган хочет обменять свое участие в борьбе с джихадистами на свободу действий в отношении курдов. Моя коллега Нина Шамуги о том, какую партию разыгрывает турецкий президент. Зачистка под антитеррористический шумок. Турция бомбит позиции джихадистов в Сирии. Наносит авиаудары по курдским боевикам в Ираке. И все это одновременно. Для Анкары угрозы, исходящие от «Исламского государства» и рабочей партии Курдистана, равноценны. И союзники по НАТО, в том числе США, отговаривать не собираются. Глава Североатлантического альянса выразил Турцию полную поддержку в борьбе с террористами, не конкретизировав, с какими именно. Задолго до этого Вашингтон назвал РПК террористической организацией. А последовавшее заявление Раджеп Тайпердагана стало лишь логическим завершением политической игры. «Мы не можем продолжать процесс мирного урегулирования с людьми, которые угрожают нашему национальному единству и общности. У Турции есть силы привлечь к ответственности террористов и так называемых политиков, на руках которых кровь мучеников. Отступление невозможно». За неделю в Турции арестовали около тысячи человек. Большинство из них обвиняются в связях с курдской экстремистской организацией. Позиции РПК были атакованы на территории Северного Ирака, Сирии и Турции. Последователи Абдуллы Аджалана объявили – перемирие с Анкарой бессмысленно. Менее радикальные прокурдские партии призывают остановить вновь разгоревшийся конфликт. «Операция Турции против боевиков исламского государства на границе с Сирией была прикрытием операции против курдских повстанцев. Становление мира – это тяжёлое занятие. Все стороны, вовлечённые в военные действия, должны их прекратить и действовать рационально. В чём виноваты курды? Наша вина лишь в том, что мы набрали 13% голосов на июньских выборах в парламент. Больше нас не в чем обвинить». Народно-демократическая партия по результатам выборов стала первой прокурдской политической силой, представленной в высшем законодательном органе. Этот успех контрастирует с относительно неудачи правящей партии справедливости и развития. Не удалось получить большинство в Меджлисе. А ведь случись это, Эрдоган собирался превратить Турцию из парламентской республики в президентскую. Теперь стране грозят повторные выборы в Меджлис, ведь так и не удалось сформировать правительство. Потому, считают политологи, президент и закручивает гайки. Действия Турции против курдов пока лишь мешают борьбе против исламского государства, полагают многие западные военные эксперты. Рабочая партия Курдистана и её курдские союзники в Сирии были одним из наиболее эффективных борцов с ИГИЛ. Но и для Турции курдский фактор вопрос очень болезненный. Куда более давний и сложный, чем отношения с квазихалифатом. Израильский истребитель атаковал патруль сирийских сил национальной обороны. Арабские СМИ утверждают, что самолет выпустил ракету по машине недалеко от города Эль-Кунейтра на голландских высотах. Погибли два, а по другим данным три бойца. Похожая информация появлялась в ближневосточных медиа и раньше. Так, в январе сообщалось, что израильские ВВС атаковали в окрестностях всё той же Эль-Кунейтры отряд шиитской группировки Хизбалла, воюющей на стороне Башара Асада. Тогда якобы был убит и иранский генерал, находившийся в Сирии в качестве военного советника. В Иерусалиме сообщали, что на голланах были уничтожены готовившие диверсию террористы. Израильские военные против еврейских поселенцев. Сегодня на западном берегу реки Иордам возобновились столкновения между силами безопасности и правыми активистами. Беспорядки произошли на территории поселка Бейт-Эль, где техника приступила к сносу двух жилых домов. По решению Верховного суда Израиля здания должны быть демонтированы, поскольку были построены на принадлежащей палестинским арабам земле. Несколько десятков активистов предприняли попытку воспрепятствовать сносу домов. Они забрасывали полицейских камнями, поджигали автомобильные покрышки. В ответ службы безопасности применили силу и спецсредства – водометы. Несколько поселенцев получили ранения, а некоторые были задержаны. И сегодня же в канцелярии премьер-министра Израиля Бениамена Нетаньягу состоялось совещание, посвященное событиям в Бейт-Эле. На встрече было принято решение о немедленном начале строительства в поселении 300 новых единиц жилья. Кроме этого, запланировано возведение еще более 500 домов и квартир в Восточном Иерусалиме. Итак, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok